Клипса какая-то упала, но в общем-то остальные все клипсы на месте. В чем же прикол, почему у нас не работает вот эта вот ручка. Вот я максимально подлез сюда, значит попробую заснять. Конструкция такая, вот она ручка, вот вы ее нажимаете с другой стороны, и вот этот петушочек опускает вот этот вот штыречек вниз, и таким образом открытие происходит. Вот видите, это все дело соскочило. И насколько я понял, вот эта вот пимпочка, которую я нашел, она отсюда, она просто соскочила. Вставим ее назад. Но чтобы вставить, нужно быть просто, блин, богом, не получается у меня вставить, поэтому снимаем ручку, будем вставлять в ручку отдельно. Значит, вот эти два болта раз и раз, они на 10, откручиваем, и один саморез с другой стороны. Так, открутили, теперь переходим на вот эту сторону, задираем ручку, откручиваем вот этот саморез. Ну, ручка как бы отцепилась, но выходить не хочет, поэтому ее нужно вот так вот как бы открыть, придерживая пальцем, и вот как бы вот так вот немножко снять. Теперь мы вставляем, но все-таки вот она, вот она вытаскивается, все-таки есть шанс потом ее опять потерять. Поэтому рекомендация, вот сюда вот, что-то загнать, вот, и, ну, и запомнить про это. Итак, друзья, ну вот, все получилось. Значит, смотрите, что я туда загнал. Значит, есть такие пластмассовые стяжки. Это кусочек от этой стяжки, он туда отлично зашел, и я немножко его сверху помазал герметиком, чтобы он там не жался. Герметик Виктор Рейнс, чудо-герметик, ссылку на него тоже вы получите в описании, как видите, заказываю. Вот все защелкнулось, все встало, но дело в том, что она регулируется. Теперь наша задача закрутить ручку и проверить, как это все работает. Прикручиваем обратно болты. Регулируется она очень просто. Значит, вы ее, вот этот вот сам механизм, сейчас вот факсом, его вот так в сторону чуть-чуть, получается в сторону самой ручки толкаете, просто чуть-чуть на него нажимаете, и регулировка происходит в автоматическом режиме. Закрылась и открылась, закрылась и открылась. Закрылась и в самом почти в конце, видите. Так, а у этой двери интересно где? Ну, тоже в самом конце. Ну, да и бом с ним, нормально. Так, ну и сборка, друзья, ну все, как бы, вот сколько роликов смотрю, сборку говорят, сделайте в обратном порядке. Такое впечатление, что впадло было снять. Мы будем снимать сборку, потому что это важно. Ну, во-первых, я, кстати, не показывал, я убирал вот эту вот штангу, потому что она реально мешала. Во-вторых, поставили ее назад. Вот она там ходит. Во-вторых, нужно затянуть вот наши гаечки. В-третьих, друзья, надо обязательно проверить, ничего ли мы вот там вот не забыли, ничего ли там не осталось. Прям не поленитесь, залезьте туда рукой. Прошу, уйдите. Потому что потом будет там тарабулька, а вы будете в шоке. И опять придется все разбирать. Так, ну вот, по тому, как здесь сидел герметик, могу сказать, что он сидит вот досюда. Вот отсюда, вот отсюда и досюда. Но он тут сидел только при заводе. Здесь есть ли он? Да, есть. Ну, когда я снимал, ну, такого, чтобы там особо был герметик, я не заметил. Что, друзья, ну, по феншую покупайте, вот он прекрасно отходит, а вы себе покупаете новый и ставите. Ну, это по феншую, а я так делать не буду. Может быть, я и не прав, но я буду ставить на этот герметик, на старый. Вот, кстати, еще кусочек герметика тут запасной. Вот он. Вот такой вот запасной кусочек герметика нам оставили производители. Или те, кто здесь уже лазил. Ставим обратно карту. Дверную. Так, для этого не забыли о том, что у нас тут истанга, которую нужно посоединить. Посоединяем ее. Поехали, ставим клипсы. Друзья, динамик, хорошо надо прикрутить. Не усердствуйте, но и не... Но. Дверица не переборщить, важно. Но и не докрутить тоже нельзя, потому что иначе он будет у вас тут резко литься, кусаться. Вот так. Ну, и эту хорошо дотянули. Дальше защелкиваем. Вот здесь ставим обратно нашу клемму. Вот туда. Наоборот ее можно поставить. Нет ли, да? Ну, то есть вы ее не ошибетесь. Так, здесь вот это место сначала вот вверх вставляете вверх, да? И потом защелкиваете нить. Вот так. Есть. И вставляем вот эту вот. Ну, вот как-то так. Все встало. Ну, и в оконцове ставим ручку. Начинаем вот отсюда. Снизу. Поставили, немножко ее поправили. И теперь она должна у нас зайти в свои пазы. Главное, основное. И дальше просто мы ее защелкиваем. Отлично. Супер. Так, что по болтам. Да ничего. У нас не осталось. Все отлично. Ну, по инструменту еще раз, ребят. Что мне понадобилось? Тряпка. Ручка-телескопичка. Парочку отверток. Удлинитель для отвертки. Такая отвертка. И 3 биты на 10. На 10 обычный. Е27 и Е20. А, и трещоточка. Я ей откручивал болты. Ремонт обошелся мне в 0 рублей. 0 копеек. Единственное, что инструмент, ну, он должен просто быть у каждого водителя. Вот такой вот обзор, ребят. Всем спасибо. Всем удачи в ремонтах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok